Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Немножко поздненько сегодня, но я там же нет, помогал с компьютером. Вот вы всё говорите, американские новости, давайте, американцы. Вот американские. Значит, первая новость это про Трампа, о том, что Трамп, значит, выдвинул свою теорию заговора, якобы, что Пелоси хочет навредить мне, вот, помочь Байдену и так далее. Ну, в общем, вот так вот теорию заговора открыл Трамп, это первое. Второе. Барон Трамп, это его сын старший, да, очень высокий, и, значит, люди прочат ему будущее NBA star, ну, то есть звезды, звезды баскетбола. Прикиньте, у Трампа, значит, рост 6 футов 3 дюйма, это 190 сантиметров, а этот выше его, а ему всего с его, сколько там, ему лет 13, да, 13 лет. Ничего себе, пацаны, такой скромный, не в папу пошёл, и не в маму, где-то я видел это лицо уже. Так, и ещё Шерон Осборн, ну, знаете, есть такой Оззи Осборн, да, кто интересуется рок-музыкой, вот, это его жена, она очень популярная женщина, вот здесь вот очень такая медийная персона, да, вот, и она обвинила Гарри и Меган в том, что они хотят денег и целибрити-лайфстайл, то есть, ну, жить как знаменитости, вот в чём дело. Вот, хотят заработать на том, что они знаменитости, в общем, поэтому они шли из королевской семьи, потому что там есть определённые правила жизни в королевской семье. Вот, она, значит, вот, она, да, она имеет вес, вот это, Шерон Осборн, вообще такая очень интересная женщина. Она вытащила свою Озю, когда он там запивался, занаркотился. Так, это раз, это два. Потом мне вот ещё прислали ролик, очень интересный, вообще обалденно, за что ютюбе снимает ролики с монетизацией, ребята. У меня всё время снимают, и, в общем, я подозревал, когда вот напишешь, например, Путин, ну, в заголовке, да, всё, у тебя сразу с монетизацией снимают, а потом приходится упрашивать, и потом неделя проходит, пока они это всё сделают и так далее. И вот почему, за какие, он тут вообще начинает с того, что русский ютюб вообще давно продался ФСБ. Вот, и за какие слова снимают с роликов, значит, эти самые, монетизацию, да, ну, рекламу. Вот, смотрите, он сам просто путём, ну, как сказать, отбора, да, выборы, золотов, ингушетия, глущенко, гимельфарб, я не знаю, кто такие, но, видимо, да, Конституция, Крым, Мишустин, Аль Капоне почему-то, он потом отдельно ещё говорит, почему Аль Капоне, я не знаю, вот, Навальный, оппозиция, Пригожин, Пригожинские тролли, повар Путина, протесты, митинги, Путин обязательно, референдум, Росгвардия, сотник, фальсификация, Ходорковский, Камикадзе, это этот, ну, знаете, Камикадзе, да, блогер, значит, Капитан Юра, табах какой-то, Чикаго, боже мой, Чикаго, народная волна Чикаго, а вот в таком сочетании, и Яковенко, и что-то ещё там у него было, можете посмотреть, ролик так и называется, за что Ютьюб снимает ролики с монетизацией, ну, ребят, я давно заметил, даже вот Трамп, если напишешь, это уже политика, это, ой, страшно, страшно, Матвиенко, за Матвиенко снимали, ну, а как писать-то, Цурепопики, что ли, как это, помните, Тарапунька и Штепсель, да, ещё когда вот об этом уже разговор заходил, да, ну, ладно, посмотрим, ну, имейте в виду, те, кто зарабатывает на Ютьюбе, да, сейчас заработок сильно упал, так, дальше, Зеленский и Гончарук встретили самолёт с погибшими украинцами, ребята, вот привезли, ой, он маленький какой, Зеленский-то, ну, ничего, маленькое дерево в корне растёт, в Кимске, тьфу, в Киевском аэропорту Борисполь приземлился борт с останками 11 погибших при крушении самолёта, встречали самолёт украинский лидер Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук и спикер Верховной Рады Дмитрий Розунков, молодые все какие, ребята, все какие-то молодые, идёт церемония прощания, вот молодец какой, а, молодец, вообще молодцы. В Москве госпитализирована актриса Нина Русланова, народная артистка, госпитализирована с пароксизмом предсердия, под наблюдением врачей, члены семьи народной артистки, пока не давали никаких официальных комментариев о её состоянии, бах, через пять минут, дочь Нины Руслановой опровергла информацию о госпитализации актрисы. Вы что, говорите, с дуба рухнули, а она дома сидит вся. Фуф, не знаешь, к чему верить, да. Медведев после отставки правительства отправился кататься на лыжах, вот это он зря, ещё он если чаю попьёт, всё, будем Медведева хранить всем миром, нельзя, на лыжах нельзя кататься, на чём угодно, на коньках, пожалуйста, там, я не знаю, на велосипеде, на лыжах нельзя, были прецеденты. В Берлине Путин встретится с Эрдоганом, ой, на корточках, как всегда. Пиковая нагрузка, СМИ сообщили об отставке советника Трампа по России и Европе. Ох, значит, Пик, Пик, его фамилия такой, Пик, третий человек на этом посту за последний год. О как, действительно, у Пика пиковая нагрузка. Третий человек, всех выгоняет. Ой, когда же его выгонят-то, ребята, праздник будет. Так, что, где, когда не смогли ответить на этот вопрос. Зачем бутылки на колёсах фуры? Ребят, вообще, вот, я посмотрел, думаю, правда, вот, оказывается, в Сибири, там, где-то на крайнем севере, бутылки цепляют на колёса фуры. Ну, сбоку так, да. Оказывается, автор вопроса стал дальнобойщик из Новосибирска. А вы знаете, нет? Оказывается, иногда может колесо застрять, и, ну, тогда, вы представляете, что будет, да? Машина-то будет ехать, а колесо сотрётся в дребезги. И вот водитель, ну, как бы, контролирует, понимаете? Причём разных цветов. Одно одно – жёлтый, на другое – красный, зелёный. Вот это да, просто интересно. Так, кормить детей до четвёртого класса за счёт бюджета – это очень хорошо. Вот только кто их будет кормить? Чем их будут кормить и на какую сумму? Рацион ёжика в московском зоопарке – 84 рубля в сутки. Осла – 89 рублей. Потребительская корзина россиянина в сутки – 86 рублей. Лучше ёжика, но хуже осла. О, блин! Вы, наверное, я вам рассказывал, да, лучше быть ёжиком в Германии, да? Так интересно. Погуглите «Лучше быть ёжиком в Германии». Обалдеете от счастья. Мы, кстати, с женой записали уже ролик 10-минутный. Он пойдёт на платный канал. Сейчас я не буду, я уже устал что-то сегодня. Завтра я закину вам кусочек, там рассказывается о детях. Вот раньше я вот, значит, забросил про пенсионеров. Я говорю, давай про детей, про детей тоже интересно. Очень интересно. Ну, завтра посмотрите. Сейчас я говорю, я просто устал. Так, кормить, да, ёжик, осёл. Так, а это что ещё такое у меня? Господи. А, это мне прислали. Пармезан под колпаком. На международной выставке в Берлине запретили есть российский сыр. То есть показывать, пожалуйста, дегустация запрещена. Вы поняли, да? Ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Пармезан, потому что отрава из России. Показывайте, ну, кушать. Не-не-не-не, нельзя. Красногорский сыр. С ума сойти. Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии. Ой, роботы. Ребят, а я такие видел, да, на этом, на Алиэкспрессе. Ну, только тут здесь колёса побольше сделаны, всё, да? Видел такие. Ну, там и закупили. Чё, какой разговор. Роботы. Пользователи сети высмеяли новую форму космических войск США. А, вообще-то интересно. Да, Трамп вслед за Путиным тоже, ну, Вова сделал. И он тоже сделал космические войска себе, да? Нам. Вот. И вот почему, значит, вы смели. Камуфляжная форма. Некоторые комментаторы поста задались вопросами. Зачем вообще нужен камуфляж за пределами Земли? Ну, это действительно так. Ага. Замечание. Новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска будут прятаться от расы эвоков. Существа, живущие в лесах и саде Звёздные войны. Ну, да. Только так. Овощи во фритюре от Трампа в школе США ужаснули экспертов. Не так. Овощи во фритюре от Трампа в школах США ужаснули экспертов. Ещё раз перевожу. То есть, Трамп предложил в школах делать овощи повкуснее, овощи во фритюре. Ну, в тесте, да, кто не готовит. Да, вообще, обалдеть. Это противоречит базовым принципам реформы питания в школах. Вот это да. Трамп, да, предложил сделать школьную еду более аппетитной, давать школу жареные овощи. А-а-а. Всё от Трампа. От Трампа. Вся гадость в мире. На турнире по джиу-джитсу в Подмосковье подрались спортсмены и зрители. Турнир по джиу-джитсу, и все друг друга бьют, и непонятно кто чего, да? Ой-ё-ё, ребята. Ну и нафига такое? Я занимался в своё время борьбой. Ну, были у нас соревнования, ну, чтобы как-то подраться. Зачем? Так, 13 продуктов, которые можно есть после истечения их срока годности. Ой, длинный у меня сегодня ролик, ну ничего. Слушайте, ребята, интересно, да? После срока годности. Печенье. Печенье хранится, бог знает сколько, ребята. Правильно. Хлеб. Хлеб с условием. Держите его в морозилке. Ну, вы, наверное, уже знаете, многие это знают. Молоко. Забудьте про дату, указанную на упаковке. Пока молоко не издаёт странных запахов, и не научилось разговаривать, можете смело его пить. Да, вообще-то да. Макароны. Только глупец выкидывает макаронные изделия, когда наступает час написанной упаковки. Умнец ждёт ещё минимум год, и после этого выкидывает. Констервы. В хранении консервов главное их не кантовать, не мять. Если консервы стоят смирно в прохладном помещении, они могут быть употреблены в пищу без всяких неприятных последствий спустя десятилетия после истечения срока годности. Ребят, я ничего не говорил. Решайте сами. Я просто читаю, да. Мариновные огурцы, помидоры и прочие овощи. Всё, что в маринаде, в закрытой банке, может храниться по несколько лет. Яйца. Опс, если в холодильнике яйца безопасны, их можно есть даже спустя три недели после истечения срока годности. А правда, они долго что-то лежат. Но будь бдителен, если разбитое яйцо источает неприятный запах, его нужно немедленно вытянуть. А вот у меня бабушка любила яйца с душком. Вот почему-то нравилось. И даже такое выражение, яйцо с душком, как вот омуль с душком, да. Ну, с запахом уже. Шоколад, долгожитель прилавков. Школьные учителя никогда не выбрасывают шоколад, который им дарят ученики, а долгие годы передаривают его родственникам. Его можно есть даже тогда, когда он покроется белым налётом. Ну, он просто не такой вкусный. А да, белый налёт, он ничего, нормально. Твёрдые сорта сыра очень долго хранятся. Даже, дело в том, что он твёрдый, и плесень, если сверху, она внутренне проникает. Да, у нас кусок вот как-то лежал пармезана. Чуть-чуть сверху покрылось, а так соскрёб, и всё. А в мягкий сыр, она сразу, если плесняет, то сразу. Так, замороженные овощи, буквально вечные. Увы, вкус меняется, хуже становится. Но, действительно, замороженные долго хранятся. Йогурт. Если ты не открывал баночку с йогуртом, можно смело использовать его в течение двух недель. После стечения срока годности. Не только открыть, но и смело съесть. Йогурт даже на вкус ещё не успел поменяться. Да в России, по-моему, годами всё на вкус не меняется. Вы поняли, да? Салатные листья. Это только кажется, что они хрупкие и беззащитные. Салатные листья заслужены пенсионеры холодильника. Есть их можно вплоть до появления плесени. Ну, с плесенью, конечно, не надо, но не обращая внимания на общую пожухлость, пожухлость листьев. Сколько у меня комментариев? Сейчас, ребят, я всем отвечу. Кое-какой алкоголь. Ну, ребят, это понятно. Вечно молодым, даже в уязвимом открытом состоянии, остаётся высокоградусный алкоголь. Спирт настолько сильно перемешан с водой, что такой алкоголь скорее испарится, как любая жидкость из открытой бутылки, чем пропадёт. Да алкоголь не потратится, да. Так, у меня ещё не всё. Вы что, у меня это много? Журналисту, который освещал суды в Крыму, запретили въезд на полуостров на 34 года. Опа, украинский журналист, он освещал судебные процессы над крымскими татарами, бла-бла-бла, въезд до 2004 года. Запретили. Медведев признал санкции из-за аннексии Крыма болезненными для экономики России. И уехал на лыжах кататься, да. Болезненные, да. А как же? Ударили по экономике. Так, что тут ещё? В обновлённой конституции РФ хотят зафиксировать присоединение Украины и Беларуси. Я прочитал, в чём тут дело. Оказывается, знаете, в России хотят, чтобы в новой конституции были закреплены нормы, которые позволят регионам Украины и Беларуси войти в состав РФ. Вот так вот. Не знаю, ну, поможет какая-то дичь. Да, вот кто-то сказал, какой-то лидер общественной организации. Иран отказался отправить в Украину чёрные ящики сбитого МАУ и самостоятельно расшифровывает их. Ну, короче, вот эти бортовые самописцы. Ребята, я не понял. Я уже устал от этих самых вот бортовых самописцев. Их то во Францию, то в Украину. В результате ничего. В настоящее время иранские эксперты изучают чёрные ящики. Так, юристы Дональда Трампа отвергли обвинение в адрес президента США. Ух, нет, нет, нет и нет. А обвинители заявили о неоспоримости фактов по импичменту Трампа. Старная обвинения по импичменту заявила о неоспоримости фактов злоупотребления. Дело в отношении президента Соединённых Штатов является простым. Факты неоспоримы. А доказательства ошеломляют. Президент Трамп злоупотреблял предоставленные ему властными полномочиями и подстрекал к вмешательству извне в наши выборы для своей личной политической выгоды. Приводит ТАСС отрывок из меморандума семерых обвинителей. Ну, посмотрим, что будет. Посмотрим, посмотрим. Так, что тут ещё? А, Национальный архив США замазал слово Трамп на фото с демонстрацией. Вот это да, их сразу. Сразу вскрыли, пишет газета Вашингтон-Пост. Среди экспонатов в музее была, ну, не музей, архива, была репродукция, по которой тысячи человек маршируют по улице Вашингтона против избрания президентом Дональда Трампа. Трамп замазан, фамилия Трамп замазана с помощью компьютерной программы. Кроме того, были замазаны слова, имеющие отношение к женской анатомии. Как же это его называли? Словами, которые имеют отношение к женской анатомии. Невзоров по пунктам, это уже твиттер, всё, ребята. По пунктам обвинения блокады Ленинграда и смерти полутора миллионов человек, Нюрнбергский процесс не установил вины дилерской армии и дилерских генералов. Это факт, с которым советская власть согласилась по окончании Нюрнбергского процесса. Ещё раз, не установил вины дитлеровской армии и дитлеровских генералов. Русские с этим согласились. То есть, они сами заморили Ленинград опять. Поняли, да? Я реально не понимаю, как люди плюс сорок ведутся на пропаганду. У меня было десять при Брежневе. Я действительно верил, что рабочий класс в США обедствует. И задавал всем подряд вопрос, почему же они не едут к нам, мы их приютим. В третьем классе училка рассказывала, что у капиталистов такой дорогой проезд в трамваях и автобусах, что бедняки вынуждены покупать машины. Не вру. Я, дитя невинное, настолько поразилась, что спросила, сколько же там машины стоят. Меня выгнали из класса. В десять ни хрена не понимаешь. А вот как мои родители, которые в мои десять лет ржали с той пропаганды и Брежнева в медальках, сейчас, раскрыв рты, слушают то же самое и поддерживают. Вот это я никогда не пойму. Да, ребята, да. Так. И последнее с твиттера. Вы стоите, лучше сядьте. Несмотря на многочисленные попытки, Алена Водонаева не смогла окунуться в прорубь на крещение и тихо колыхалась на поверхности. У меня всё. До свидания. До завтра. С вами доктор Влад. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok